Ну, а теперь смертельный номер. Мама сейчас, наверное, будет в шоке. Обман! Мягенький, прям, господи, я думала, зубки сломаю. А нифига! Чё-то скривилось, чё, невкусно? Ну, под водочку пойдёт любое говно. Ой! Мама! Давай ложками с тобой есть чёрную икру. Может быть, хоть что-то нам понравится. Этот съедобный. Этот съедобный, я даже вторую ложку съем. Ну, это не отвратительно, но ничего особенного. По-моему, очень вкусно. А они там в плесени были. Светлана Ивановна, это я не ем, это я не люблю. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи. И сегодня у нас в гостях моя мама, мамачоли. Всем привет. Ай, ты как прям скромняшка, Крис. Да, сегодня я маму пригласила, так как вы её звали. Говорили, уже давно, Селена, нет видео с мамой. Пожалуйста, снимите что-нибудь. И я сейчас собираюсь снять с мамой фикс прайс еду, которой тоже давно не было. Мамы на канале давно не было, и еды давно не было фикс прайс. И только новинки. Так что, одна не хочу пробовать, потому что, вы знаете, я надкусила и выбросила, да, грубо говоря. Хочется ещё с кем-то разделить впечатления первые от еды. Ты готова? Готова. Я как пионер всегда готов. Вот такой вот большой пакет еды. Да, сначала я не собиралась брать еду, но я зашла, посмотрела, что очень много того, что я ещё не пробовала. Мама сейчас, наверное, будет в шоке. Давайте начнём с чая. Ты пробовала такой чай? Чай, новинки появились в фикс прайсе. Это чай в таких алюминиевых, как бы, я думаю, алюминий, или что это, пакетиках. Он есть, значит, чёрный чай с ароматом тропических фруктов. Есть зелёный, есть с чабрецом и просто чай чёрный есть. Я, кстати, встретила свою соседку в фикс прайсе. Она говорит, ой, я уже все перепробовала. Они реально классные, ей нравятся. Давайте откроем и посмотрим, как они там выглядят. Вот так по кругу открывается упаковочка. Вверх снимается. Даже надо заварить. Да, заварим сейчас. И вот такие вот пакетики здесь есть. Смотрите, каждый в такой упаковочке. Это ещё не всё. Ещё их надо разобрать. Надрезаем. И вот такая вот штука внутри. С дырочками. С дырочками пахнет. То есть, просто бросаешь в чай, как ложка, можно мешать вот так ложкой. Прикольно. Надо заварить. Ставим чайник. Ну что, чаёк заваренный. Попробуем. Аромат вообще невероятный. Прямо пахнет. Это кружка горячая, я разбавилась чуть-чуть. Пахнет вкусно. Да, прям вот этот чёрный с фруктами. Ничего так. А аромат какой. Я же вообще люблю какую-то нюхать всё. Да. Ммм, прям вообще, блин, что-то напоминает. Ну я обычный чай чёрный-зелёный не люблю, ты же знаешь. А вот такие фруктовые какие-нибудь, цветочные, вот эти я люблю. Будем брать. Ещё попробуем много всяких чаёв. Ну поставь пока. Будем запивать наши дальнейшие вкусняшки. Из новинок в Экспрессе я увидела вот такие вот луковые кольца. Вы можете представить? Луковые кольца со вкусом сметаны и сыра. Вот это для меня сюрприз. Держи. И ещё вот такие вот бекончики. Тоже симпатичные вроде выглядят. Мы их сейчас будем пробовать, в общем, по очереди. Ты хочешь с чего начать? Давай с луковых кольчиков. Потому что мне кажется, что этот бекон, он будет очень-очень сильно какой-то вкус иметь. А луковые кольца нежные. Напоминает кольца кальмара. Да, выглядит прикольно и пахнет, в принципе, неплохо. Интересные. Это реально луковые кольца? Как будто это просто воздушное что-то и всё, и нет здесь лука. Сметана с сыром. Вкусом сметаны с сыром. Так а лук где? А лук когда жарится, он сладкий становится. Подожди, ты считаешь, это лук? Это может быть лук? Ну здесь отдалённо такое что-то там где-то. Состав. Картофельные палеты. Я же говорю, это напоминает картошку, знаете, такую ещё воздушную бывает. Пшеничная мука, картофельный крахмал. Тра-та-та. Где лук? Обман. Лука нет. Я говорю, а я... Не, ну прикольно, вкусненько, но лука-то нет. Вот обманщики. Да. Но вместо чипсов можно поесть. Прикольненько. Открываем бекончик. Бекончики. Ну это тоже не бекончик, понятно, да? Держи. Ну это форма бекончика, как бы внешне похожа на бекончик. Короче, такие продавались просто в закрытой. Ну, в фикс-прайсе не было ещё. Просто вот такие вот... Это картошка, тесто, там что-то вот делается. Картофельное. Картофельное тесто, короче, всё вместе. Не пойми, с чего на самом деле до конца это всё сделано. Но в составе всё написано. Тебе нравится? Ну, в общем, тоже заменитель чипсов, я так считаю. Чипсы можно заменить. Ну да. Так, ну раз мы с тобой пошли по еде... По-моему, шок лицо. Потому что я взяла бычки, обжаренные в томатном соусе. Держи. А зачем я буду сегодня ужин готовить? Я не пойму. Смотри, сколько еды. Не надо готовить ужин. И тефтели рыбные в томатном соусе. Да, я не представляю, что за вкусно. После того, как мы с Леной тестили еду, что-то мне захотелось протестить всё. Вот такое вот. Нормально оно или нет? Ещё есть консерв у нас есть. Это икра кабачковая. Я её как-то давно уже брала. Но я не помню, какой здесь вкус. По-моему, она мне не особо понравилась. Но я решила её ещё раз взять, чтобы убедиться в том, что она мне действительно не нравится. Ты еду из фикс-прайса не пробовала, да? Только давно со мной когда снимала. Давно что-то, да. Помните ещё, я очень рекламировала один паштет, в котором вообще нет никаких ешек. Он такой классный из фикс-прайса. Стоит там 50 рублей, по-моему. Я увидела новый паштет. Ну, здесь есть ешки. Ну, просто хочется попробовать реально его вкус. И также у нас из еды Дары Моря чёрная икра. Я не помню её вкус. Ты что-то такой пробовал, да? Бёшь фигня? Я пробовала, да. Но это... Не чёрная икра. Жалко. Имитация чёрной икры. А ты помнишь вкус чёрной икры? Конечно, помню. То есть ты не спутаешь, да? Нет, не спутаю. Блин, надо было взять настоящую чёрную икру, но у нас не продают. Это надо искать. И приставим, закрываем глаза, ложку чёрной икры и ложку вот такой икры. Угадала бы, нет? Но она очень отличается. Так, и ещё не из сладкого. Это такая фончоза. Японская еда, которую мы тоже будем пробовать сегодня. С чего начнём? Рыба, рыба, рыба. Может, рыбой мы как бы потом закончим? Давай икру начнём кабачковую попробую. Давай, пошла открывать. Ну что, мы всё подготовили. У нас здесь прямо целая поляна накрытая. И мы приступим к пробе наших закусок. Держи, мама, хлебушек. Так, ну что, с чего ты хочешь начать попробовать? Я вот икорочку попробую сейчас. Ну да. Курочку с хлебушкой. Я вообще икру очень люблю. И помню, что моя любимая икра, она была как раз-таки вот в таких банках. Но потом, потом просто не найти было именно такую, которую я люблю. Костовская. Я ем без хлеба, но что-то, может быть, с хлебом поем, если будет особенно остро или какой-нибудь солёный. Как тебе икра? Ну вообще икра как икра. Вот обычная такая, как в банках продаётся кабачковая икра. Она нифига, невкусная. Чувствуется масло, вкус этот. Я такую уж икру вообще не люблю, ты же знаешь. Поэтому для меня она вся кажется одинаково. Короче, икра не та, которую я люблю. Ну, она любит, поэтому она разбирается. А вот маме всё равно. А мне всё равно. Да вот возле меня стоит что? Тевтелька. Хочу тевтельку поесть. Давай, ты первая. Это рыбная тевтелька, да? Да. Как раз над хлебушком. Вот это вот над хлебушком. Ой, целая. Ты бесстрашно засунула целую тевтелью в рот себе. А сейчас она невкусная. Чё-то скривилась. Чё, невкусно? Я тебе тут поляну, гля, какую накрыла. Тебя чё, невкусно? Ладно, я половинку. Подводочку пойдёт. Ну, подводочку пойдёт любое говно. Такой. Мама! 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 Я ничего не сказала, главное! Какая мерзость! Ты не хотела потерять лицо? Да. Фу! Не, ну... Ты знаешь, что я туда не ела? Ха-ха-ха-ха! Так, а чё ты не сказала, что фу? Ты целую засунула. Я половинку засунула и сразу почувствовала, что... Оно, знаете, какое-то рыхлое какое-то. У неё нет вообще... Не кажется, что это фрикаделька. Уже я знаю, что такое фрикадельки. Я рыбные фрикадельки вообще не делала сама и не ела готовые. Просто какая-то херня. А ты говоришь, давай я не буду ничего готовить, давай вот рыбное тут у нас есть. Не, ну фрикадельки мы есть не будем. Будешь фрикадельки? Не, не будешь? Нет. Слушай, я теперь боюсь пробовать бычки на самом деле. Ну, бычки в томате это просто рыба, как бычки в томате. Но они могут... Так, я тебе не доверяю. Ты засунула целую эту в рот и ничего не сказала, пока я не пошла в унитаз. Так, бычки это рыбка. Ну, вроде так, нормально. С такой осторожностью уже. Бычки в томате, это бычки в томате. Фрикадельки рыбные, это фрикадельки рыбные. Ну, ничего так, но я такого не люблю. Я есть не буду. Вот я тоже не буду. Потому что, честно говоря, рыбные консервы, когда я беру, то я беру, чтобы там были целые кусочки рыбы, когда я вижу, что там целые кусочки. А здесь что, не целые? И они, допустим, даже не в томате, я в томате вообще не беру. Они натуральные, может быть, с добавлением масла. Всё. А тут я не вижу, что они там понамутили. Оно всё томатом залито. И вкус томата в основном. Непонятная рыба. То есть, всё-таки будешь готовить сегодня, да? Да, я готов. Ну и что, чёрная икра. Давай ложками с тобой есть чёрную икру. Бери ложечку с ней. Честно говоря, такая икра... Сомнительная, да? Ну, это идёт имитация чёрной икры. Я её когда-то пробовала, мне она не понравилась. Вообще никакого вкуса чёрной икры. Даже отдалённого. Да. Даже от дужки чёрной икры нету. Ну, это делается из рыбы какой-то. И просто делается форма икры. Ну, в икре мне нравится, когда каждая икринка лопается, из неё что-то там вытекает. Ну, ты гурман какой-то. Ну, а то. Слушайте, ну, чёрная икра вообще, она даже не... Красная уж в таком случае намного лучше, чем эта чёрная. Я вообще очень люблю чёрную икру. Ну, хотя бы, блин, ароматизатор сделали бы идентичный. Она не пахнет даже как чёрная икра. Мне так хочется лопнуть каждый пузырёчек, а внутри не то, что я жду. А внутри ничего. Короче, то, что мы сейчас попробовали, вот это полное Г, я не советую тратить на это время. Ну, ой, деньги и время тоже. Но это лично мой вкус. Вот мама, например, икра кабачковая говорит нормально. Но хотя моя мама не такая привереда, но вы понимаете, чёрная икра, фрикадельки и бычки, обычные бычки есть, она не будет. Икра кабачковая, я не сказала, что она нормальная. Я такую икру не ем вообще. Я вообще баночную икру кабачковую не ем. И если я её, допустим, ела, я помню, раньше, я её просто заново пережаривала. Я обжаривала лучок, выкладывала на сковороду эту икру и заново это всё пережаривала. Ничего себе. И брала, ну, такую икру раньше, баночную. А сейчас я просто такую уже не люблю. Ну, ты же готовишь у меня очень вкусную икру сама. Да. Ну что, у нас осталась фанчоза, мы идём её заваривать. Забыла совсем, ещё же паштетик у нас есть. Может быть, хоть что-то нам понравится. Надежда умирает последней. Пробуй. Я так надеюсь, что паштетик должен же понравиться. Это печёночный, да, это? Я думаю, что он будет вкусный, а не, в принципе, паштеты вкусные. Другое дело состав, который... Да ничего, нормальный, да? Нормальный. Не всё же нам засирать всё-таки. Не, ну я ещё одну ложку съем. Просто тот паштет, который я брала, там были что-то копытца, та-та-та-та-та, он многим понравился. И мне понравилось, что там нет Е и так далее. Там состав вообще минимальный, раз, два, три, и всё. Здесь уже, конечно, усилители вкуса, ежки. Нет, ну он бывает вкуснее, бывает не очень, но, не, бывает как бы несъедобный даже вообще, да? Этот съедобный. Этот съедобный, я даже вторую ложку съем. Икра съедобная, и тефтельки, нет, тефтельки несъедобные реально, бычки съедобные, и вот икорка съедобная. Кушай, мама, кушай, приятно вам. Ну а теперь смертельный номер. Мы будем вот это пробовать. Ты первая. Мама говорила, надо убрать тут всё. Мама, слушаться надо. Короче, это жесть какая-то. Но на самом деле пахнет, пахнет нормально. Как вот в японских ресторанах, то есть кунжут и соус этот нормально пахнет. Для меня это запах какой-то... Попробуй вкус Японии. Не родной запах. Теперь мы попробуем на вкус нашу лапшунку. Горячая. Ну, это не отвратительно, но ничего особенного. Вот эта лапшичка... Не знаю, к ней ровно отношусь. Лапша как лапша. Нет? Не твоя еда? Не моя. Кунжут я не люблю. Лапшу я люблю больше доширак, на самом деле, уж если выбирать. Но она как от него горизинненького, да? Какая-то. Ну я так подразумеваю, что лапша, она просто безвкусная. С чего она рисовая или с чего она такая сделана? Что-то там было написано, я забыла. Потом в этом соусе есть какой-то привкус водорослей или зелёной, вот этой капусты цветной, ну, или каких-то водорослей, чего-то такого. Ну, это японская, да, тема. У них такое. Тебе звонят. Да, здесь есть немного вот этого японская, оно же есть у них такое всё. И там морепродукты, и всякие водоросли японская, это же суши, все дела. И соус я, в принципе, этот люблю, он вкусный, ну, как бы, это на самом деле не так страшно есть, как нежели вот эти консервы, вот что я могу сказать. А тебе? Ну, я вообще и это не люблю, я вообще люблю домашнюю еду. А вот эти всякие японские суши, вот суши мне не идут, они мне просто вот не идут, и всё, не моё. И вот это тоже не моё. Ну да. Возможно, вот эти, кстати, вот они, кусочки, как видишь, водоросли, вот зелёные. Да, да, я чувствую, что там нет такой, каких-то морепродуктов напоминает, привкус какой-то есть. Кусочки всяких водоросли. Это в соусе, наверное. Ну да, это в соусе было. Так, ну что, мы попробовали всю эту жесть, и, честно говоря, еда в фикс-прайсе всегда оставляет желать лучшего. Может быть, какие-то известные марки, хотя многие говорят, что даже известные марки не похожи на известные марки. Хрен его знает, откуда что берётся, но это видео суперполезное, потому что мы экономим ваши деньги, ваше время, и ваше здоровье, может быть, даже рискуем своим здоровьем, да? Да, пробуя вот это. Но у нас есть ещё сладюшки, и, надеюсь, может быть, сладюшки нас порадуют. Итак, первое, что мы с тобой давай попробуем, это новиночку, которую я нашла, воздушные зёрна пшеницы. До этого были воздушные зёрна рисовые, которые я очень люблю. Я их попробовала два вида, вот в такой упаковочке, они беленькие, а здесь они, видите, коричневые такие. Ты пробовала? И рис не пробовала? Рис пробовала. Вот, вот пшеница. А ещё в мороженке я у Лены попробовала, там с кусочками фруктов, мне очень понравилось, я прямо от души съела. Запах нормальный. Запах нормальный. Шоколадный. Карамели. По-моему, очень вкусно. Вкусно, как попкорн. Ну, похоже на рисовые, да, просто здесь они ещё в карамели, а рисовые там были в лёгкой карамели, а здесь как-то более поджарено, да, больше такого вот зажаристого. Вкусненько. Я съем. Ты ешь, а я такой не ем. Хорошо. Это хорошо. Я пробую, но не увлекаюсь. Дальше. Я нашла вот такой вот арахис какао. Вообще в фикс прайсе я всегда в упаковке непрозрачной боюсь что-либо брать, потому что однажды я взяла сухофрукты, которые открыла, а они, это ещё давно-давно было, не с тобой разве было у нас? Не помню, что. А они там в плесени были. Вообще-то, поэтому я после этого вообще в упаковках закрытых не беру. Но решила взять, попробовать, показать вам, что там внутри. А внутри там вот такой шоколадный глаз. Арахис в шоколаде. Ну, обычные дрожжи. Ну, да. Я думала, будет прям в порошке, в какао прям, знаете, такое бывает, как присыпано. Но оно как в шоколаде. В принципе, невкусно по Фрейду. В принципе, вкусно, да? В принципе, вкусно, но это для любителей арахиса. Я, в принципе, арахис не особо люблю. Мам, зритель смотрит тебя, уже думает. Светлана Ивановна, вы вообще, в принципе, что-нибудь любите? Это и не ем, это и не люблю. Вот такая вот мама. Если бы там был другой орех, то было бы просто... Ой, не надо же соправдываться. А теперь мы попробуем наши пряники имбирные. Это тоже новинка, которую я еще не пробовала. На вид они страшные. Ну, сами посудите. Что, не страшный пряник? Посмотри, какой страшный. Там были другие. Был еще ванильный, по-моему, и шоколадный. Они еще терпимые по внешности. Вот имбирные были самые страшные, поэтому я их взяла. Думаю, покажу девчонкам. Какие на вкус страшные пряники. Ну, пряники, они вообще, в принципе, не особо так красивые, да? Прям вкусно. Попробуй. Свежие. Ну, свежие это факт. Мягенькие, пряники, господи, я думала, зубки сломаю. Вкусно. Десерт и фикс прайс нас порадовали. Главное, что мягкие и свежие. Это радует. Я, в принципе, пряники люблю. Я думала, ты сейчас скажешь, я, в принципе, пряники не люблю. Нет, в принципе, я пряники люблю, но я сейчас сладкое не ем там. Только пробую. Так как я все-таки вес свой удерживаю на точке не выше 70 килограмм. Что-то я тебя пригласила в видео и не спросила совсем. Что ты ешь, не ешь. Я тебя прямо сейчас мучила, по-моему, да? Нет, я сейчас ем. Я даже кекс вчера съела. Захотелось сладенького, съела кекс. Ну, иногда вот я себя могу какого-нибудь вкусняшечкой побаловать, но с осторожностью. Чуть-чуть, во-первых. И потом же на весы. Чай очень вкусный. И пряника. Пряники. Вообще вот эти вот сладости, да, они, в принципе, вот достойные. Можно брать и есть, да? Вот эти сладости. А вот те вот рыбные продукты мне не понравились. Люба сладова называется. Ну что, мои хорошие, наша еда закончилась. Спасибо маме Чоли за то, что с нами протестировала и даже фрикадельку целую съела. Я не съела. Не съела. Ну, я хотела сказать, что не показала даже виду, что она тебе не понравилась. Я не съела. Ты подумала, что им нельзя? Нет, я ее пока жевала, я пыталась понять, что это. Где фрикаделька? Ну, когда Селина побежала, ее выплевывает, я побежала следом за ней. Эй, есть шанс, да, выплевывается. А то туда... Ура, можно не есть. А то тогда я ничего не подготовила, куда плевать, да? И такая, и закрыла тебе дорогу к унитазу. Да. Ты такая сидишь и думаешь, что я сейчас должна сделать? Нет, надо найти фрикадельку. Все-таки, может быть, это... Люди-то это едят. Да, девчонки, фрикадельки не берите, или ради только смеха, и реально просто проверить нас, если хотите, попробуйте эти рыбные фрикадельки, купите. Я еще это все купила, потому что это недорого стоит. То есть цены этих консерв где-то 25 рублей, не больше. Поэтому я и взяла на пробу. Думаю, что дешево, и это вообще-то продают людям, нас этим кормят. Ну и вкус там не больше, чем на 25 рублей. Ну вот, да. Даже 25 рублей много. Но все равно, да. Дорого. Дорого. Дорого берут за такое. Не, а для кошки и то, может быть, не каждая кошка такую поест. Конечно, кошки сейчас, знаешь, какие, вот берлин сосиску им, да, они будут, они сосиски даже не едят. Ну, уличные кошки могут поесть. Не все. Но не все, кошки сейчас стали тоже. Вообще. Сейчас, нет, не кошки стали, знаешь, я просто думаю, что нас таким дерьмом кормят сейчас. Такое продают в магазине. И деньги, бывает, побольше сшибают, чем в фикс прайсе. Но мы это все едим. И бывает, едим мы то, что кошки не едят. Подтвердите, девчонки, у кого коты не едят то, что едите вы. Ой, они просто знают нормальный вкус еды. Вот. В общем, мы были рады протестировать все эти вкусы. Хорошо, что хоть десерты нас порадовали. Были рады быть для вас полезными. Кстати, у меня мама тоже ведет канал, для тех, кто не знает. Ссылка на ее канал под видео. Заходите, поддержите ее лайками, подпиской, комментируйте что-то. Вот. Скоро у нее, надеюсь, будет новая камера. У нее скоро день рождения. Да. И я надеюсь, что скоро ее видео заиграют новыми красками. Поэтому не пропустите этот момент и обязательно проходите по ссылочке в видео. Ты ждешь новых гостей? Жду. Милости просим. Ко мне на канал. К нашему шалашу. Да. Все, мои хорошие, мы вас любим. Целуем, прощаемся до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok